У нас в студии Лариса Архипова, эксперт-стоматолог. Лариса Михайловна, доброе утро! Ну что, расскажите, сезон у нас всё-таки зимний. Какие повреждения зубов можно получить во время активного досуга? По статистике, основная, так сказать, категория тех детей, которые получают травмы, это дети в возрасте от 6 до 12 лет. То есть это как раз возраст, когда очень активный, неуправляемый досуг, когда дети начинают друг друга толкать, когда дети начинают бегать, когда дети в различных играх могут ударить друг друга головой. Получаются всевозможные травмы зубов, которые... Бывают они очень разными, эти травмы. И, как правило, это бывает стресс и для детей, и для родителей. Но вот от 6 до 12 лет, получается, это ещё преимущественно молочные зубы? Нет, это уже постоянные зубы. Это уже постоянные. Вот самая беда в том, что эти зубы постоянные. И вылетают зубы, в основном фронтальные, передние зубы вылетают. То есть, соответственно, это потом уже дорогостоящая какая-то реконструкция. Ну, вы знаете, здесь очень много моментов, которые должны знать и родители, и дети. И я как раз вот хочу рассказать, что есть социальный такой сайт, который называется «Спаси свой зуб». «Спаси свой зуб.ру». На этом сайте вы прочитаете про возможные виды травм и как поступать родителям, когда дети получили повреждения. Ну, собственно, и взрослые люди, и дети. Как правильно себя вести в этих случаях? Вот давайте сейчас об этом немного поговорим. Понятно, что на сайте более обширная информация. Какие первые действия, если, допустим, мой ребёнок упал, поднимается, у него нет зуба? Какая первая медицинская помощь? Смотрите, если ребёнок упал и отбил кусочек зуба, то обязательно нужно найти этот кусочек зуба. То есть постараться найти то, что отбилось, потерялось, и поместить этот кусочек в жидкости, которые самые доступные, то есть в любом ларьке продаётся молоко. То есть этот кусочек зуба положить в молоко. Для чего это делается? Для того, чтобы зуб сохранить во влажной среде. Наши зубы находятся во влажной среде, в полстарта. И когда зуб находится в тряпочке, в какой-то там салфеточке, происходит регидратация этого зуба. И такой зуб уже очень трудно восстановить. Восстанавливается это очень легко. При помощи композитов этот осколочек... Мы работаем в клинике с оптикой. То есть с оптикой приклеивается этот кусочек на место. И зуб продолжает свою функцию. То есть это наименее дорогостоящая процедура приклеить свой осколок зуба. Если же всё-таки произошла травма, и невозможно найти этот фрагмент, который был потерян вследствие травмы, то идёт восстановление композитными материалами у детей. Ну, уже в более взрослом возрасте, какими-то ортопедическими непрямыми конструкциями. Восстанавливаются такие зубы. И нужно быть как бы родителям внимательными. То есть если ещё происходят такие, ну, скажем, совершенно нехорошие такие дурацкие случаи, когда вот ребёнок, ну, просто от безделия где-то там висел, сорвался, упал. И происходит вколачивание этих зубов, происходит как бы полная потеря зуба, когда зуб вылетает из своей лунки. Вот здесь вот момент такой, самое главное родителям не потерять самобладание. Пусть даже этот зуб грязный, пусть он валялся там в песке, в земле, его быстренько надо просто водой обычной смыть и постараться вернуть на своё место. Потому что это очень важно. Если это происходит в течение первых двух, так сказать, часов, то вероятность выживания такого зуба от 60 до 80%. Хорошая. Более, да. Если зуб, так сказать, хранили в тряпочке или там в какой-то баночке в течение там двое суток и потом пришли, то уже как бы процент выживаемости гораздо меньше. Какие виды зимних забав и развлечений наиболее травмоопасны? Хоккей. То есть шайба может попасть. Катание на конках, потому что дети катаются, они могут друг друга толкнуть. То есть какие-то, ну, скажем, город наш южный, и не все правильно стоят на коньках дети, то есть где-то какие-то неловкие движения могут привести к травме. Ну, различные сейчас вот развлекательные программы, это батуты, то есть там, где вероятность того, что дети друг друга могут толкнуть. Вот что ещё помимо каких-то травм? Ну, помимо травм, это обильное поедание сладостей. Это моя проблема. Которые в подарках находятся. Мне всегда очень нравится мультфильм про Машу и медведь, где сначала Маша наелась конфет, и у неё разболелись зубы. А потом Маша после того, когда, так сказать, облизывает леденец, тут же хватается за зубную щётку и начинает чистить зубы. Вот это из этой серии. То есть здесь основная как бы угроза не конфеты, а то, что наши дети совершенно не чистят зубы. И очень часто сталкиваюсь с подростками, которые приходят, просто палят с налёт на зубах и утверждают, что они только почистили зубы. То есть если я чищу зубы, я могу есть сладкие подарочки? Конечно. Ура! Спасибо вам большое. Хорошие новости вы нам принесли сегодня. Берегите зубы. Да, дорогие друзья, дорогие телезрители, берегите зубы, следите за здоровьем своих зубов, будьте осторожны и не забывайте чистить зубы, а также лопать сладкие подарочки. Да, ну и оставайтесь с нами. Доброе утро. Доброе утро.